Сайтан и Кизил. Татарское поверье. В Атузах есть поверье. В том году, когда по осени уродится Кизил, быть холодной зиме. И доказывают это примерами, которые у всех на памяти. А старики объясняют, почему это так. Когда Аллах, сотворивший мир, окончил свою работу, на земле настала весна. И почки деревьев в саду земного рая стали одна за другой распускаться. Потянулась к ним вся живущая тварь. И увидел Аллах, что необходимо установить порядок. Позвял он всех к себе и велел каждому выбрать какое-нибудь одно дерево или цветок, чтобы потом только им и пользоваться и не ссориться с другими. Одни просили одно, другие другое. Стал просить и Шайтан. Подумал, Шайтан, спросил Аллах. Подумал, сказал, скривив хитрым глазом, нечистый. Подумал, сказал, скривив хитрым глазом, нечистый. Ну и что же ты выбрал? Кизил. Кизил? Почему Кизил? Так. Не хотел сказать правды, Шайтан. Хорошо, бери себе кизил, усмехнулся Аллах. Весело запрыгал Шайтан, завилял хвостом сразу в обе стороны. Всех надул. Кизил первым зацвел из деревьев, значит, раньше других созреют его фрукты. Первые фрукты будут всегда самыми дорогими. Повезет он свой кизил на базар, хорошо продаст, дороже всех других фруктов. Настало лето. Начали поспевать плоды. Черешни, вишни, абрикосы, персики, яблоки и груши. А кизил все не спеет, твердый и зеленый. Че же затылок, Шайтан, злится. Поспевай скорей. Не спеет, Кизил. Стал он дуть на ягоду. Как пламя красным стал кизил, но по-прежнему твердый и кислый. Ну что же твой кизил, смеются люди. Плюнул в досады Шайтан, почернел кизил. Дрянь такая, не повезу на базар, собирайте сами. Так и сделали. Когда по садам убрали все фрукты, деревенские люди пошли собирать в лес вкусную, сладкую, почерневшую ягоду. И втихомулку подсмеивались над Шайтаном. Ма худал Шайтан. Шайтан не потерпел людской насмешки и отплатил за нее людям. Знал, что люди жадны. Сделал так, что кизил на следующую осень уродилась вдвое против прошлогоднего. И чтобы воспел он, пришлось солнцу послать на землю вдвое больше тепла. Обрадовались люди урожаю. Не поняли шайтайновой проделки. А солнце обестеплило за летом. И настала на земле такая зима, что позамерзали у людей сады. И сами чуть живы остались. С тех пор примета, как урожай кизилам быть холодной зиме. Потому что не угомонился Шайтан и по-прежнему мстит людям за насмешку. Пояснение к легенде Шайтан и кизил. Атутская долина, одна из самых красивых в Крыму, лежит на пути из Феодосии в Судак. В 27 верстах от Феодосии и в 25 от Судака. Атут по-татарски значит 30. Такое название было дано деревне, как полагают по числу дворов, оставшихся в 1779 году по выселении греков из этих мест. До этого выселения и в более древнюю пору основным элементом населения были греки, о чем свидетельствуют разваленные церкви Святого Георгия и Успения Богоматери. Название одной из гор, окружающих долину, Папас-Тепе, Попова гора. Папас-Поп, Тепе, отдельно стоящая гора. А также остатки древнегреческого укрепления в устье долины у берега моря. Окруженная с трех сторон горами, находясь в стороне от торгового движения долины, это сохраняло до последнего времени свой особый колорит горной округи с ее поверьями, преданиями и легендами. Но с проведением шоссе, с развитием курортной жизни, стала исчезать замкнутость долины. А с нею забываются предания и легенды. А поверья уступают место более реальным воззрениям. Это обстоятельство побудило нас собрать дошедшие до нас отголоски народного сказа и издать их, придерживаясь той формы, в которую они вылились в слышанной нами передаче. Поверье о шайтане и кизиле сообщила от узской помещице Жанна Ивановна Арциулова, урожденная Айвазовская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова